Прошло хорошо, ему надо дать спортивный старт. Так решили в Ленинском районе и организовали 1 июня товарищеский матч между юными футболистами нашего города и Москвы. Перед игрой мальчишек напутствовал Сергей Ольшанский, бронзовый призер Олимпиады 1972 года, многократный чемпион СССР. Пожелал им, во-первых, здоровья, хорошей учебы, ну и чтобы выросли в наших, похожих на наших известных и всему миру футболистов, ну и сами, как говорят, стали такими же футболистами, известными во всем мире. На игру мальчишки были настроены решительно, тем более их ждали призы. Но что может быть дороже преемственности поколений обмена опытом с ветеранами спорта? Вот это общение с детьми, это оно и есть главное. А призы, есть они или даже не было бы их, я думаю, в жизни это не самое главное. Главное – это общение и понимание. Десятилетние футболисты играли по-взрослому. Борьба шла серьезная. К концу первого периода определились сильнейшие. Команда футбольного клуба «Олимп» лидировала. У нас были моменты, вот могли бы реализовать. Защита иногда провалилась, иногда хорошо играла. То есть я думаю, что нам надо и в защите улучшить, и в нападении. Но как бы ни старались гости, хозяевам поля удалось выиграть встречу, что называется, в сухую. Со счетом 2-0 команда «Олимп» одержала верх. Футбол у нас в городе развивается и будет развиваться. Я знаю, что это один из любимых видов спорта, как у нас в городе, в районе и, наверное, в России в целом. Поэтому преемственность поколений и продолжение традиций добрых в нашем городе поддерживается и будет продолжаться. По мнению представителей администрации городского поселения «Видное», проведение товарищеского матча стало вехой новых спортивных встреч с другими городами и областями. Татьяна Снежко, Ирина Тихановская, Олег Федоров, Елена Кошелева. Видное ТВ.